Музыка Музыка Всем-всем привет! Смотрите, какая у нас погодка! Прям летняя солнышко! Видите? Ну, скоро уже будет солнышко к закату клониться. Вот. Я еще и болею, девчата. Вчера первый укол защемления вот этого седалищного нерва, врач сказал у меня, спина бездействовала три дня. Но потихонечку я уже сижу, ну и потихонечку уже хожу по дому. На улицу не выхожу, потому что долго как бы стоять, спина болит. Ну, стараюсь уже расхаживаться потихонечку. Сегодня, смотрите, какой ясный день. Просто ясный-ясный. Вера пошла гулять с соседским мальчишкой. Говорит, пойду погуляю. Она пришла с колледжа. Мы с ней сели, пообедали. Я говорю, иди попылесось и везде повытирай пыль. Ну, вот она все сделала. Пойду погуляю. Говорит, иди. А я сегодня слушаю вести. Девчата, вот как сказать, слушаю вести, да? Где-то радуюсь, где-то плачу, сижу. В общем, ну, такое вот смешанное чувство. Где-то гордость, где-то боль большая за людей. Но все равно вести мы должны знать, что там творится, что сейчас на данный момент происходит, да? Я прикрою окно. И сейчас вам покажу мои хорошие наши котят. Девочки там просили. А потом расскажу новости свои, чем я тут сижу. Занимаюсь. Вот я сижу, видите, чем занимаюсь сегодня. Распустила вот один моточек у меня с одного рукавчика. Второй рукавчик распустила. И я его... Вот у меня рукав был, ну, где-то, наверное, вот досюда доходил, да? Я его продлила. В общем, я здесь три сантиметра. С этой стороны три добавила. И три с этой стороны сантиметра. Он у меня был. По высоте пройма 22 сантиметра. Как так я посчитала? Вот, видите, сейчас какой. Сейчас сделал 25. Вот 25, это само то. Ну, ладно, потихонечку пойдёмте кошку посмотрим с котятами. Видите, девчата, вот что меня ждёт. И я резко прихватила моя спина. Вот это пряжа, это обзор будет. Ну, по-видимому, завтра потихоньку буду уже показывать. Это Василёк пришёл, тоже надо же показать. И вот лежит пряжа. Вот я всё подготовила. Ну, и меня подвела моя спина. Вот цветы, Вера, тут пыль вытирала. И штору не закрыла. Вот один цветочек цветёт. И вот вторая геранька. Видите, как красиво. Красиво цветёт. Очень красиво. Пряжа, девчата. Цвета бомбические. Ну, наверное, завтра. Я сделала один укол. Один. И знаете, укол не валючий. Я потом покажу, как я делаю уколы. Я в прямом эфире говорила. Но кого не было в прямом эфире, узнаете. Обязательно покажу. Обязательно. Хочется сесть за машинку. Вот я училась, видите, на детской новинке, как делать ложную резинку. Вот. Но это первый образец. Я думаю, что второй, третий будет лучше и лучше. Да? Вообще, я как бы способный ученик. Способный ученик. А это, девочки, вместо бросовой нити. Не вместо бросовой, а вместо кордовой нити. Меня научили, что... Бери, Таня, прям вот шпуличную нитку. Один рядок, и всё. И попробовала, правда, очень удобно. Сейчас пойдёмте котяток посмотрим. Девчата, вот моя наверху кухня. Видите, тут полутемно. Вот столик мы сюда отодвинули, как бы сделали тут пространство. Тут машинка. И вот наши котятки. Сейчас я немножко открою окно, чтобы было посветлее. Свет не хочу включать. Смотрите, как геранька моя зацвела. И вот мой цветочек, который сохранился. Видите, он зацветает, колонхойчик. И ещё один внизу, тоже вот так вот был стебелёк. Я его сохранила. А те, которые, помните, всё болели-болели, я их выбросила. Вот этот один сохранился. И на первом этаже вот такие маленькие росточки. Но я думаю, потом росточки посадить в новую земельку. И он будет расти. А вот этот мой любимый цвет. Вообще прям красивый такой. Гляньте, какая красота, да? Просто красота. Надо крутить, чтобы они выравнивались как бы. Так. Ну, давайте посмотрим. Тревожить пока не буду. Девочки, они спят. Смотрите, какие красивые. Очень мои хорошие. Он по лавку. Ой, чебузик вздрагивает. Во сне вздрагивает. Вон. Спит. Две девочки и два мальчика. Пяточки розовенькие. Вот такая красота. Видите? Ой, ой. Чмокают во сне. А вот эти пяточки, видите? Ну, очень красивые. Малыши, дети. Это же дети, девочки. Маленькие. Да. Чё-то там плачем, плачем во сне. Вот. Муська пошла во двор, что ли? Да я же её вроде бы запустила. Вот это так спит. Вот так вот, вот так. Потягусь, потягусь. Красивые. Вот нас даже божье создание, да? Кошка рожает котят. Человек рожает человека. Ни одна обезьяна не родила человека. Вот, ну, ни одна почему-то. Хотя нам в школе говорили, что мы произошли от обезьян. Вот. Мы не произошли от обезьян. Мы произошли от себе подобных. Вот. Ладно, пусть они спят, а мы пойдём сядем. Мне тяжеловато стоять, девчата. И с вами поговорим. Вот, девчат, Муська-то пришла. Я думала, где она? Она на веранде сидит. Вот она, красотка. Ну, иди, детка, Мусь. Муся. Мамашка. Муся. Заходи к ребятишкам. Давай, давай. Вот. Сейчас они быстро все сгруппируются. Мама пришла, видите? Вот голос подали. Да. О, мамка пришла. Молока принесла. Сразу мя-мя. Пескуны. Он моет, видите, как намывает. Ну, то, что она мама хорошая, да. Не дать, не взять. У неё не отнять это. Она очень хорошая мамка. Старушка, смотрите, сколько она уже родит, родит, да. Такие прям хорошенькие карапузы. Просто хорошенькие. Вон они. Ладно, не буду тревожить, дабы она не нервничала. Пойдёмте на мою любимую верандочку. Ну, вот, девчат, я приземлилась на свой диван. Поясница моя ещё болит. Вызывала на дом врача. И он мне выписал. Мо-ва-лис. Вот такое лекарство. Здесь пять ампул. Вчера я сделала первый укол. Ну, сказал на ночь перед сном один укол. Укол не болючий. Я вчера сделала, уснула. По крайней мере, я уже могу шевелить спиной. Тоже вообще никак не шевелила, лежала три дня обездвиженная. Ну, ни на бок не повернуться, ни распрямиться, никак. Сказал за щемление седалищного нерва. В общем, боль ужасная, девочки. Не приведи, Господи, врагу не пожелаешь. Где я это себе отцепанула, даже вот не знаю. Так, я здесь, видите, что делаю? Одну нить не отрываю, вторую просто мне её надо сейчас вот так вытащить, чтобы вязать светлой. Поэтому сейчас потихоньку мы её перетащим. Ну, вот ещё моточек вывязать. А потом опять серенький провязать. Вот так будем делать. Ну, я сегодня вот по дому ничего не делаю абсолютно. Вера пыль повытирала, пропылесосила. Как говорится, у нас грязи такой нету. Не умрём. Надо очки мне поменять. А то я это для дали очки. Я в них близко ничего не вижу. Всем хочу сказать, кто вчера был со мной в прямом эфире. Нас было 411 человек. Огромное-огромное-огромное спасибо, девочки, что вы меня не забываете. Приходите на канал, приходите на эфиры, смотрите, продолжайте смотреть мой канал. За это всем-всем-всем огромное-огромное спасибо. Это мой свитер деревенский. Горловину я сегодня закрыла. Вот такая будет горловинка, видите, большая. Будем примерку скоро делать. Рукав перевяжу один-второй. И потом только длину довязать, и он будет готов. Вот. Вчера, вчера я не шаль свою. Я показывала шаль в прямом эфире. Она уже почти готовая, вот эта клазиена. Там осталось буквально тоже чуть-чуть пряжи мне провязать её. И я думаю, что я больше, наверное, её увеличивать, ну, как бы, не буду, да? Потому что слишком большую не хочу. Мне пришёл махер, который вот я заказывала на Алиэкспресс, да? Сейчас я пониже сделаю чуть-чуть камеру и поставлю её чуть-чуть поближе. Вы будете видеть, что я вижу и как. Ну вот, про махер. Махер пришёл в четырёх цветах. Я завтра скину фотографии Любаши в Хабаровск, чтобы она выбрала, с каким цветом. Я буду вязать ей шаль. Шаль будет веерочками. Повторение той шали, которую я вязала для Марии в Германии. Только у Марии я вязала там светло-серенький такой цвет был. Здесь у меня чуть-чуть потемнее серенький, беленький, такой, знаете, желточек и бирюза. Бирюза, по-моему. В общем, завтра, завтра девчат покажу. Я думаю, после второго укола я уже прям... Ну, если не бегать, то уже ходить точно буду. Точно буду. Вот. Вчера целый день мне Маргарита прислала. Таня, посмотри, вот это баварское вязание. Вяжу, мол, пледики такие красивые получаются. Я вчера зашла, посмотрела. Их тоже много-много. И мастер-классов, и всяких разных на ютубе. Я распечатала немножко себе эти схемки, да? И вчера я вязала. Девочки, я так увлеклась. Вот это мой вот первый квадратик. Ну, он такой еще пробный, да? Это уже вот второй квадратик, видите? Смотрится красиво. Вот это кавказская пряжа. Это акрильчик. Видите, тоже шикарно смотрится. Вот если сравнить с кавказской, этот более объемный. Ну, а так по размерам почти. Ну, да. Тут побольше, он более объемный. Ну, и этот мне нравится, и вот этот нравится. И вот, вот увлечение, да, девчата? То шалимания меня засосала. Вот. Это кавказская пряжа. Здесь у меня акрил. Вот это китайская серенькая пряжа я покупала. Это вот полушерсть бордовая. Вот, вот, вот. Это опять же идет кавказская. И вот это акрильчик снова. Короче, здесь сборная солянка. Но понравилось. Понравилось. И вот этот понравился, и вот этот. Думаю, ну, это я набивала руку, девчата. И пришла мысль, я же говорила уже и в прямом эфире, что надо связать такой детский пледик, но, но, кавказская пряжа я еще не заглядывала. Там надо, конечно, мне зайти в мой шкафчик и посмотреть. Там у меня есть такие красивые цвета. Если я подберу цвета, девчат, то я завяжу, конечно, завяжу плед с кавказской пряжей. В зале у меня небольшой диванчик. И если вот туда сделать такой вот плед, застилать просто диван, то, мне кажется, он будет просто шикарный. Вот, просто шикарный. Но детские, детские пледы, все же я люблю детскую новинку, девчата. Вот детскую новинку обожаю. В пледах она вообще незаменимая. Она не выцветает, быстро сохнет, она легкая, она не закатывается в пледах. Это не кофта. Вот, кстати, нам не кофта с детской новинки. Она может закататься где? Вот в этих вот местах, потому что, где мы трёмся, да, там, конечно, на катышке появятся. Ну, катышки на любой буквально появятся, не только на детской новинке. Ободрать их несложно и носить дальше кофту. Есть у меня кофта, которая уже года 4, а то и 5, и я её по сей день всё жалею выкинуть. Из детской новинки, кстати. Ну, дело к чему? К чему я веду? Я вчера зашла на сайты. Девочки, я просто ужаснулась, и у меня чуть ли не волосы зашевелились на моей голове седой. Что детская новинка, она стоила 37 рублей, 40 рублей, потом около 50 рублей. У нас в магазине в рознице, я когда мне вот не хватало на плед, да, внучки, я её покупала по 60 рублей за моток. Ну, когда вот приспичить срочно надо, пойдёшь и купишь, конечно. Здесь я зашла в интернет-магазины и на Озон, и на Валберис. Я вчера просто вот ходила там гуляла и смотрела, почём же детская новинка. Я просто обалдела. Около 80 рублей за моток. 80 рублей за моток можно купить, ну, я не знаю, по-моему, и из-за лизе какой-то акрил можно купить, найти, ещё можно из старых запасов. Я так это прошлась, прошлась, говорю, боже, уже добрались до детской новинки. Таким, зашла на свой сайт, где я в последнее время заказываю Рассказовскую пряжу, потом Семёновская пряжа. Ну, завтра, девчат, будем её показывать, будем смотреть с вами. А вот, будем глядеть, будем. Я думаю, что завтра я уже буду более-менее двигаться, потому что там Василёк пришёл, пришёл такой кардиганчик именно на меня, его надо показать на мне. То, что я вам покажу на столе, это не то. Надо поглядеть, как он сидит на человеке и как он смотрится на человеке, да. Поэтому завтра будет обзор Семёновской. Пока Рассказовскую трогать не будем, а посмотрим Семёновскую пряжу. У меня её там новой достаточно, что я вот получила последнюю. И Василёк с вами распакуем и посмотрим. Вот. Ну, я зашла на вот этот, хочу сказать, и там увидела моток 57 рублей. Ну, есть разница. 80 рублей 57 на 23 рубля с мотка. Это 10 мотков 230 рублей уже, да. И такие сочные. Ну, у неё вообще сочные цвета. Цвета у неё просто бомбические. Я, конечно... Девчата, не ржите надо мной, по-русски скажу. Но я, конечно, прошлась по тем цветам, по-ярким. И там по пять штучек. Где-то были уже и одна штучка в наличии, и три штучки. Я, конечно, накидала в корзинку. Когда так это оформить корзинку, у меня три цвета высветилось, что их уже нет. Пока я выбирала, их, короче, слямзили. Их уже купили. Я захожу снова. Уменьшаю, уменьшаю, уменьшаю. Там, допустим, кинула пять. А там уже два осталось. Думаю, ну, два хоть куплю. Вот. И думаю. Да, надо купить, потому что... Ну, Кристина же у меня еще растет, да? И, допустим, покупать дорогую пряжу или вязать для ребенка из дорогой пряжи, ну, нету смысла. Лучше я куплю дешевенькую, детскую нашу, опять же, новинку. И буду из нее вязать. Но я-то покупала, если честно, с расчетом на пледы. На пледы. Ой, сейчас, девочки. Нужно ниточку перекрутить. Вот. И дальше продолжим. Дальше рядочек. Вот. Я заказала, конечно. Заказала. Они тут же вчера мне прислали письмо, что заказ приняли. Потом я его оплатила. И тут же мне опять ответили, что оплата пришла. Завтра мы вам вышли через СДЭК до двери, девочки. Только я СДЭК поменяла на Лугавской СДЭК. Не тот, который, помните, я ждала-ждала, пока скандал не подняла, курьер не приезжал. Это на Днепровской. Там вообще, я не знаю, как они работают, безответственные люди. А я СДЭК указала на Светландской 152. Там нормально. Вот тут раз я заказывала тоже до двери. Они и привезли вовремя, без всякой задержки, без всего. Вот просто пришел товар, и они тут же СМС-ку мне прислали. Потом перезвонили, что завтра, допустим, к вам курьер приедет. Вы сможете принять груз? Смогу. И они привезли. Вот. Так что, девчата, будем ждать еще посылку с этой, с детской новинкой. Там только чисто детская новинка. Вот. И начнем заниматься баварским вязанием пледами. Я, конечно, еще руку хорошо набью, а потом сниму обязательно. Хотя бы, знаете, вот квадрат покажу, как он вяжется. Ну, для того... Я знаю, что мастер-классов много на Ютубе. Вот, допустим, я посмотрела, да, многие мастер-классы, я начинаю смотреть. Мне или не видно, где там чего, или я... Не заходит он в мои уши, человек так объясняет, что я не могу понять. Вот. И я только один мастер-класс нашла, в котором я все-все поняла. Я вчера его говорила, я вчера даже записывала. Вот куда записала. Я запишу вечно на бумажке, а потом ищу, куда же я их записала. Сейчас, девчата, я вам скажу. Там какие-то петельки. Какие-то петельки были. В общем, я найду. Не может быть, чтобы я куда-то выкинула. В общем, я даже, она там схему свою составила, более простую. И я по этой вот схемке вязала, и даже эту схемку ее сделала скриншот и распечатала. Ну, в общем, я вам сейчас покажу. Видите, схема составлена от руки. Вот она как там показывала, я прям с экрана нажала вот там в компьютере на фотоаппаратик. И вот скриншотик как бы себе сделала. И вот по ней, по ней, да, по этой схемке, вот такой получается квадратик. Но здесь вот дырочки, здесь вот дырочки, видите, вот здесь вот дырочки, дырдочки. Если, допустим, вот другая схема, здесь дырочек, как видите, нету. Вот это подходит больше под пледы. Вот с этого, если взять тонкие нити, можно вязать салфетки, можно вязать наловочки, можно вязать скатерки. Но она у вас будет с дырочками. В общем, посмотрим, посмотрим и выберем, да. Когда придут мои цвета с детской новинки, там такие сочные, яркие цвета. У меня дома есть белая, потом, по-моему, олива золотая, вот этот вот цвет. Вот такой вот у меня еще остался цвет. И еще какой-то цвет. Ну, лежит тоже. Будем вязать. Не будем, я уже не буду жадничать на детскую новинку. А буду вязать и не жалеть ее. И пледы, и для Кристины. Вот еще такая вот схема. Девчата, вот эти вот схемы, вот эти, вот это тоже баварское вязание. Они в открытом доступе, в интернете. Просто наберите в Яндексе, в поисковике. Баварское вязание схемы, и они у вас, ну, полным-полно их выскочит. Копируйте или на свои носители, или же распечатывайте. Вот, потому что вязать, конечно, лучше по схеме. Глядишь в нее, смотришь, что, куда и как. Там все очень просто вяжешь. Там обычные столбики с накидами и рельефные столбики с накидами. И все. И соединительный столбик. Больше там ничего такого страшного-то и нету. Вчера мой адвокат, Татьяна, мне сообщение скинула. Сейчас вам расскажу, девочки. Говорит, Татьяна Викторовна, позвоните в суд. Что-то очень долго нету нам вестей. Мы в феврале подавали там заявление на, значит, смещение юридических затрат. И мне адвокат говорил, мы вас известим, не переживайте, все сообщим. Она была в отпуске до 4-го, по-моему, апреля. А, 4-го апреля, мы же суд выиграли, девочки. Кто со мной давно-то, вы знаете, да? 4-го вот апреля должен был решение суда вступить в силу. Сегодня я звоню. Звоню в суд. Утром не дозвонилась. Но я знаю, что между 4-мя и 5-ю часами уже процессов нету, как бы. И можно суде позвонить. Я звоню и попала прямо на судью. Она мне говорит, я ей говорю, дело номер такой-то, такой-то, что-то. Тишина, адвокат ничего не видит на сайте суда. Вообще никакой информации. И вы мне не звоните. Она говорит, а мы вам отправляли письма. Должен был состояться суд, а вы не явились. Я говорю, как не явилась? Я ничего не получала, никаких писем. Она говорит, ну записывайте. Я вам записала, 27-го апреля в 12 часов дня у меня будет суд по обзыскании судебных вот этих издержек, расходов. За первый суд, за первый. А за второй, говорит, суд мы сейчас не можем рассматривать. Мы вот подали только исковое заявление с Татьяной. Она говорит, мы не можем его пока рассматривать, потому что райисполком, значит, 4-го числа решение суда уже было готово. Они подали в Краевой суд, как бы обжаловать, решили обжаловать решение первого суда, первой инстанции. Ну, у них есть это право. Мне Татьяна и говорила, что они этим правом обязательно воспользуются. Они будут затягивать, как только можно. Но обычно Краевой суд... Так, девчата, сейчас. Краевой суд не отменяет решение первой инстанции. Ну, ничего, а я думаю, что-то они меня не приглашают на комиссию. Там же суд присудил им, чтобы они созвали комиссию без вот этих несущих конструкций и вынесли решение по нашей комнате. А по поводу второго суда, что судебные вот эти, на судебные издержки мы написали, они, значит, райисполком написал возражение. Видите, как им не нравится. Ну, простите, нравится вам или не нравится? Адвокат мой работает, и ее работа должна быть оплачена. Вот, а эти работы, они не из дешевых. Поэтому... Или пусть делают все по закону, или же будут плюс еще платить денежки. За судебные издержки. Я же не брошу судиться, я буду идти до конца, девочки. Ну, дело в том, что я хотела сказать. Я говорю, я не получала писем. Ладно, думаю, позвоню-ка я на нашу почту. Звоню и говорю. У меня же позавчера пришла посылка. Вера ездила за посылкой. Ей никто ничего не сказал. За письма были, не были. Если бы они пришли, думаю, на почту, они бы отдали девчонке эти письма бы. А тут тишина, все промолчали, никто ничего не сказал. Думаю, как же так. Я звоню, девочки, звоню сегодня. Вот. Там все девчата-то меня знают. И говорю. Девочки мои дорогие. А были ли мне письма судебные? Мне она отвечает. Да, были. Я говорю. В смысле были? А где? А где они сейчас, письма? О, девчат, минутку. Вера звонит, секундочку. Ну вот, девчата. Звоню и говорю. Были ли письма мне судебные? Да, были. Я говорю. А где они сейчас-то? Где находятся эти письма? Я говорю, звоню в суд, судебное заседание перекладывают, так как я ничего и не в курсе, что судебное заседание было назначено, и меня извещают. Она мне отвечает, девчата. А мы их назад отправили. Я говорю. В смысле вы их назад отправили? Я говорю. Арина, в чем дело? Она говорит, у нас было много работы. Я говорю. Арина, я не поняла. Я не поняла. А, и вы должны были привезти в ящик, бросить, мы не развозим. Вы не развозите в ящик, не бросайте. Хорошо. Вы не развозите. Вы только пенсию раз в месяц проезжаете, развозите и все. Там и то машины, наверное, нету, скорее всего, у почты. Не знаю, какая там причина или что. Но это судебное письмо. Это не подружка мне прислала дружеские письма. Знаете, здравствуйте, просто поляляк. И это, говорю, судебное. Вы понимаете, что это судебное письмо? И там судебная информация. Вы взяли, отправили. Почему, говорю, вы не подняли трубку? Мне не позвонили, не сказали, что мне с суда пришли письма. А вы взяли, и она мне опять, много было работы. И я говорю, вы меня не слышите, что ли? Вы меня не слышите? Если еще раз это повторится, и я не буду знать, что там пришли письма. Это судебные письма. Я говорю, на вас накатаю жалобу. Вы пожалеете. Она говорит, этого больше не будет повторяться. Я говорю, я надеюсь. Представляете, девчата? Это вот, мне сегодня голос ее так показался. Вот как пьяный голос. Не знаю. Вот какой-то не такой. Вот знаете, ну, думаю, а как так? Ну, как? У меня много было работы. Значит, проразевала. Или, да что я ей буду поднимать трубку и сообщать? Отправлю-ка я его назад. Это что такое? Это вот вообще. И я ни на диктофон не записала. Надо было записать разговор, где мои письма. А я что-то, ну, я даже не думала. Я думала, они там лежат. Это вообще, девчата, я в шоке. Я вот просто в шоке. Ну, я сбросила, Татьяне, эту информацию. Я не знаю, как, что теперь. Где, где искать, чего там, что там было в этих письмах. Вообще, кошмар. Просто вот кошмар. Как так вот люди относятся к таким вещам, вот как-то хладнокровно. Я не знаю. А я взяла назад, отправила. Ну, ты же работаешь. Это ж твоя работа. Это какой-то... Каждая работа... Ну, работник на каждой работе, он должен отвечать за свою работу. И должен ответственно относиться. Я вообще не понимаю таких людей, которые вот так вот хладнокровно все это... Непонятно, как относятся. Ну, это тоже... Это неправильно. Ладно, думаю, не буду расстраиваться. А то опять защемит не только спина, а еще что-нибудь. А девчата и смех берет, и грех. И вот, представляете? Одна, как говорится, вот нервотрепка. Боже мой, на кухне эти дни не стою. Стоять еще долго не могу. Вот не могу, девочки. Сижу, немножечко встану, так вот похожу, похожу. Но вроде как моей пояснице полегче. Полегче, все равно. Я сейчас вот хочу повязать немножко, да. Пойти... Пойти за машинкой немножко посидеть. Сидеть-то я вот могу. Не знаю, правда, сколько я там высижу. Я хочу еще один образец сделать. Резинки. Тоже же надо руку набивать. Вот. Тоже руку набивать. Сегодня слушала-слушала вот эти вести. Там Мариуполь освободили. Людей этих с Мариуполя слушала. А потом говорю, на сегодня все. Все. Потому что... Ну, тяжело это все слушать. Очень тяжело. Слезы бегут ручьем. Просто ручьем. Думаю, я не буду сегодня больше вот этой темы касаться. Смотреть не буду. Может быть, вечером включу что-нибудь такое позитивное. Посмотрю. Спать не ложусь. Девчата, вот там я не отвечала еще на те, да, вопросы. Про розы. Очень много писали про розы. Я говорила, продаются розы в светофоре. Было много. И разных цветов всяких. Мне написали, Тань, купила бы, посадила бы и смотрела бы, любовалась. Девочки мои дорогие, у нас они не выживут. Потом девчата начали писать. У нас в Беларуси мы один раз сажаем, вот, потом только укрываем и весной их обрезаем, и снова они растут. И в Сибири при минус 30 растут. Я это все понимаю. Но ни с Сибирью, ни тем более с Беларусью наш климат, он не сравним. Не сравним, девочки. У меня, я сажала, вот здесь вот дерево, чернослив, оно уже выросло выше меня. Ствол был вот такой. Вот такой вот ствол. И дальше, вот туда, к низу, у меня был абрикос. Он уже вырос в два моих роста. Ствол тоже вот такой был. И что вы думаете? Эти деревья у меня вымерзли. Вот просто вымерзли. Это дерево, девочки, дерево. У нас вот как-то в течение пяти лет были дожди, дожди, дожди. Земля настолько напиталась, вот настолько она напиталась водой, что когда уже шел дождь, земля не забирала в себя воду. Она вот так просто слетала. Вот просто слетала с земли и текла вниз с горы. Все. Вот настолько было, я же помните, рассказала, что картошка просто в земле сгнила. Ее берешь, она вот такая, как вот переспелая груша. Грушу берешь, она прямо во рту у вас тает, да? Вот так картошка. Я ее выкопала, она три дня полежала. И пшик, 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 все. Взорвалась вся. Костя пришел, говорит, я пришел копать картошку. Я говорю, не копай. Я выкопала три или четыре витка. И она вся сгнила. Че ты, говорю, будешь ее копать, пускай она уже в земле перегнивает. А чернослив, слива вот эта, она сгнила. Верите, нет, девочки? Замерзла, замерзла. А как замерзла? Корни были в мокрой вот этой, в воде, в воде, дожди, дожди, дожди. И потом пришла резко зима. Резко пришла зима. Ударили морозы. И вот это все, что снаружи, что в земле было, оно все сковалось. И корни все промерзли. И я весной подхожу, стала граблить. Подхожу, а дерево вот так прямо в земле качается. И я на него вот так плечом уперлась. Оно раз и завалилось. И корни все вот так поднялись. Они вылезли. Его не надо было там лебедкой тащить, вот как выкорчевывают, да, корни. Или там ломом подцепляют, мужики тебя тянут, корни выкапывают, подрубают. Нет, я женщина, я его просто смело вытащила. И то дерево, оно так, главное, замерзло. Половина абрикоса, девочки, была мертвая. А половина, года два, там даже листики такие уже зеленели и все такое. Думаю, ну может быть оно отойдет. Ну может быть оно отойдет. Нет, не отошло. То же самое, наклонила и оно вывалилось. С земли вытащили. Просто вытащили, все. Эти розы у нас были. Мы покупали. Я их вытаскивала в ведро и затаскивала в подвал. Это ведро до весны. А весной снова пересаживала в огород. И они у меня даже цвели. Но у меня очень много было георгинов и гладиолусов. Мои любимые вот цветы в огороде, это гладиолусы. У меня столько их было. Ой. Разных-разных цветов. Девочки, я их все поотдавала. Вот после операции я их все отдала. Георгины были тоже разные. Разные-приразные. Столько красоты было во дворе. Ну, я отдала. Мне очень сложно это выкапывать. Потом спускать все это в подвал. Весной доставать. Думаю, нет, не буду. Я отдала. Все отдала. Не хочу. У меня вот ирисы вот эти дикие посаженные. Посаженные, как ее... Лилия тоже дикая. В этом году мы вот там еще досадили. Здесь во дворе она была немножко. Тоже можно ее досадить. Пускай вот она торчит. Ей хоть дождь, хоть не дождь. Она растет, вылазит и растет. Ромашку вот перед домом мы убрали с Верой этот год. Всю выдернула, выкинула, потому что она опыляется. Она настолько забивает потом землю, девочки. Тяжело ее не выковырчивать потом. Ничего. Я имела глупость ее посадить. Вот там у нас была калитка. И я ее так как бы вдоль тропы посадила. Она же, когда вот это отцветает, ветром ее разносит. Боже, я сколько выковырчивала. Ну, а сейчас у меня сил даже нету. Вот такие вот клубни. И вот эта земля, даже лопату одну сломала, пока я вытаскивала. Надо ее всю-всю убрать. Отсюда, если вот, знаете, там ближе к дороге посадить, и пусть она там вдоль дороги распространяется. Ветер дует, семена летят, и она взрастает. Она неприхотливая. А вот это все я уже не хочу ничего. Просто не хочу, девчата. Тяжело, тяжело. Лилии у меня еще. Лилии растут. Посадила. Тоже красивые. Но она вот тоже, знаете, как? Она начинает цвести, и как нарочно. Или тайфун, или дождь сильный. И побивает ее, и на ней появляются вот такие черные точки, пятна. Или ветер такой сильный, что лилия, бах, и сломалась. Мне всегда так жалко. Думаю, только зацвели. Только зацвели на тебе. Вот так. Поэтому с цветами. Пионы у меня, да, они вон торчат. Их не надо ни укрывать, ничего. Абсолютно. Да? Пусть растут. Цветут. Растут. А так что-то. В этом году, видите, как опять спина, я не знаю, тут бы програблить бы. А как теперь и что, не знаю. Трава прет, солнышко выходит, днем тепло, и уже трава. Но сейчас на первом плане не огород, девчата, а вот убрать там остатки дров с огорода, что сарай мы сломали, да, и как-то поперепиливать это все и сложить, чтобы немножко во дворе навести элементарный порядок вот от этих дров. Он там порядок, ну дрова вот эти вот валяются. Их если перепилить и убрать, ну ничего, потом будет чистота и порядок. У меня раньше там бассейн стоял. Я наливала бассейн, он нагревался. И когда жарко, мы залазили. Вера с подружками лазила, да Кристина. Бывало, и я залазила в бассейн. Залезешь, ополоснешься. Ну вот. Ну у нас и летний вон душ есть. Поэтому это не проблема. Вот, вот про что. Будем делать все потихоньку, по мере сил и возможностей, я так скажу. Я, конечно, у меня нет из родственников олигархов. Или людей, знаете, которые имеют большие деньги. Что вот сегодня наняли, завтра пришли. Все это тяп-ляпы и одним днем сделали. Нет такого. Вот. Поэтому по мере накапливания. А сами знаете, пока мы собираем, собираем на что-то, да. На тот стройматериал. Оно бах, стройматериал подорожал. Подорожал стройматериал, значит, и строительные работы, соответственно, подорожали тоже. Вот что. Вот, девочки, что. И вот это вот, и думаешь, господи, ну как вот. Вот что вот. Вот, ну ничего. Я об этом сейчас не думаю. Сейчас главное вот, чтобы спина прошла и пойти к врачу. Анализы все поздавать. И лечь в стационар, чтобы меня прокапали. А потом до осени. Впереди лето. А знаете, как у нас тоже лето. И может и дожди быть, и туманы. То есть, меняется погода постоянно. И если я не прокапаюсь, то у меня вот такие, вот такое вот состояние, как вот в эту субботу было. Я думала, девочки, я умру. Вот. Я думала, что да, я помру. Вера хотела скорую вызывать. А я ей говорю, ой, не надо, не вызывай. Ой, не надо, не вызывай. Что-то я боюсь этой скорой. Хотя врач сказал, вы что, надо было вызывать. Столько было, говорит, много вызывов. Именно сердечников, гипертоников. Это были такие скачки давления. Я говорю, так у меня и давление упало. Меня и тошнило, и трясло. И морозило со страшной силой. Я под теплым одеялом лежала. Вера потом мне еще одно одеяло принесла, укрыла. В общем, девочки, сейчас на первом плане это здоровье, действительно. Когда нет здоровья, вы знаете, не до чего. Вот не до чего. У меня не было даже сил пост написать, что я заболела. Уже когда девчата начали писать. Тань, ты где? Тань, что случилось? Всем-всем, еще раз скажу. Всем, девочки, огромное. Огромное-огромное вам спасибо. Вот честно от всей моей души за ваше переживание, за ваше отношение, за все. За то, что вы есть у меня. Вот здесь узелок, а я не хочу, чтобы был этот узелок. Я лучше распущу, видите, сколько провязала. Не хочу узелки. Узелки делаю только с краев. В общем, девочки, лечимся, выздоравливаем. И все будет хорошо, да? Я вот, видите, как я с вами поболтала, немножко повязала. Сейчас буду монтировать это видео. Пока оно у меня будет монтироваться, я сяду, свяжу образец на машинке. Очень хочется и то, и то, и то схватить. И там повязать, и там повязать, и там повязать. И вы знаете, раз есть желание, я всегда так говорю, если у нас есть желание, и мы к чему-то стремимся, значит, мы живем, девочки. Все будет хорошо, и все должно быть хорошо. Вот. Я буду выходить сейчас, буду выходить, потому что я тоже по вам очень скучаю. Единственное, вот эти дни, я, может быть, не буду снимать такие вот влоги домашние, много, долгие на кухне, потому что мне тяжело стоять. Поясница моя еще, видите, ну, так-то я уже, уже шевелюсь. Уже я, как эта гуттаперчевая стала, а тоже вообще была, была как оловянный солдатик. Ой. Вот она же у меня, помните, прихватывала спина, прихватывала. Я не знаю, от чего случается вот это защемление седалищного нерва. Мы косогору убрали с Веры, и вот я, ну, спустя там какой-то период я постирала. Больше-то я тяжелого, вроде бы я ничего не таскала. Вот что. Ну, вот мой новый рукавчик. Ну, вот видно, что вот он теперь мне будет в пору, в пору по моей руке. Да. Вот ширина. Девчат, такая, такой классный будет свитер. Я уже знаю наперед. Вот такое, вот такая горловина. Так, знаете что? Я вам скажу. Я сейчас вот так накину. Ой. Какая это будет красота. Вот таким вот, вот, вот таким вот воротничком он мне и представляет. Ой, какой он теплый. Девочки, это шуба. Это не свитер. Это шуба. Так. Рукав здесь будет приспоучен. Господи, что я такая жирная, что ли? Сейчас подождите. А то вдруг и это маленький будет. Где вторая половина? О, нет. Хорошо. Свободный. Вот он свободный. Вот он свободный. Видите? Свободный рукав. То, что я хочу. Да. Здесь, девочка, он кажется, он кажется. Здесь же будет шов. Рукав подтянется. Здесь он будет тоже балахонистый. Он будет свободный. Мне девчата написали. Тань, не делай внизу вот здесь резинку. Вяжи все платочкой. Да. Буду вязать. Только теперь мне надо вот здесь будет последний рядок подрезать, чтобы распустить. На спицы одеть. И продолжить вниз вязать. Хочу до половины бедра. Вот такой вот свитер. Видите, как у меня горловина, девочки? Ну, вот задыхаюсь. Если бы я сделала вот такой, все, мне хана. Я уже носить не смогу. Ну, может быть, и смогу пройтись там 15-20 минут, да? Но постоянно это тяжело. У меня есть одна кофта покупная. Ну, такая же тоже туника красная. Я покупала у китайцев. Вот в ней еще выше такой большой ворот. Но он именно широкий. И вот так вот он тоже вот ложится. И получается здесь как ворот-хомут. Вот идешь в нем, в нем у меня нет дискомфорта. Мне вот здесь я чувствую свободу. Свободолюбивый человек, честно скажу. Не люблю приказов, указов. Это точно. Вот даже в одежде. Ну, никак, никак, девочки. Вот эти полоски вставила. Вот так захотелось. Вот здесь, вот здесь будут швы. Видите, какой шов у меня. Вот здесь. Именно я его сделала, чтобы был виден вот этот вот девчата-шов. Вот здесь хочу закрывать. Вот здесь белое полотно. Закрою черной нитью и крючком через край снаружи. Вот чтобы был вот шов такой грубый деревенский шов. И по рукаву тоже самое. То же самое. Низ, короче, никаких резинок. Как вы сказали, так и сделаю. Спасибо за пожелание и вот правильное направление. Огромное, девочки. А то бы я влепила туда вот эту резинку. Ой, так хорошо в нем. Такой мягенький, такой тепленький. Такой вот он уютный. Девчата, шею греет. Вот сколько я сейчас сижу? Пятиминут, наверное, еще не сижу, да? Ах, тепло такое пошло, как от печки. И по спине, и вот здесь вот, где наша вот на шее горбушка, тоже ее надо. Это отложение там солей. Ее надо каждый день массировать, массировать минут по десять. Это массажист приходил, делал в моей этой палате, соседке по палате. И мы его спрашиваем, говорит, это ваши соли откладываются каждый день по десять минут. Вот сиди, наяривая круговые вот такие движения. Потом вот так, вот так, вот так. Вот видите, я вам еще и рассказала, как сделать массаж нашего вот этого горбятины. Чтобы все это, холка, холка, в народе называем холка. Чтобы она вот рассослась, да, каждый день надо ее разминать. В общем, воротник, напишите, нормальный воротник? Не надо ничего переделывать. Ничего, я думаю, не надо. Вот он, вот. А вязала так, кетлевка. Провязала. Сделала вот здесь убавки. Он же широкий был, ворот такой прям большой вот здесь, горловина. Потом сделала в трех рядах, постепенно, не сразу. Вперед в одном убавила. Там, по-моему, каждую десятую. Потом через три, что ли, рядочка я еще убавила. Опа, темнеет. Потом еще три рядочка провязала, еще убавила. Провязала вверх, да, вот на высоту. И также в обратном порядке начала делать, там были убавки, а вот отсюда уже пошли прибавки. Тоже в трех рядочках. Те же самые петельки я вернула. И почему вот он лег, видите, вот по кетлевке. Потому что сколько убавила, столько же и прибавила. И получился вот такой красивый ворот. Можно было еще его выше сделать, и тут бы вот он. Он бы тогда уже вот так бы вот лег, как, ну, или вот здесь больше расширить его, и он бы был как ворот-хомут. Вот тоже идея, да? Ой, тепло, девочки, тепло. А вот кто не знает, эта пряжа... Ой, мне повернуться тяжеловасто. Эта пряжа, вот она, рассказовская пряжа. И вот она. Вот видите, она тут какая пушистенькая. А здесь она перемотана. Это уже я связала рукав, и ее, ну, распустила на моталке. Девчата мягчайшая, мягчайшая. А представьте, как она раскроется после стирки. Это будет бомба. Какая я молодец, что я ее накупила. Кто еще не рассматривал, купите моточек, попробуйте. Это ангора плюс козий пух. Плюс, так и пишется на сайте. Козий пух плюс ангора. В белом цвете и в сером я брала. А козий пух я отдельно брала. Вот тоже хочу попробовать на машинке связать платок. Платок квадратом. Попробовать в одну ниточку. Надо только подобрать плотность. Что-то совсем светло, да? Подобрать, девчата, плотность. Видите, сколько планов. Болеть нельзя. И потом, потом вот этот квадрат. Вот сделать такие вот треугольнички по всему-всему периметру. Это, знаете, как я вязала платье Верочки, белое, выпускное, по Светлану Берсанову. У нее есть платье Лилия, по-моему, называлось. С Лилией она вязала. А как называлось, я уже не помню. Платье. Я вязала по ее мастер-классу Вере платье. И что, да, только училась вязать. Вера заканчивала четвертый класс. Вот у нее там крючочком она вот так вывязывала. И получались вот такие красивые ажурные треугольнички. Можно крючочком вот эту шаль тоже отделать вот такими треугольничками. Все секреты рассказала. Все планы. Вот. Ну, вот хочу. Хочу тоже попробовать. Потому что что-то хочется вязать руками, а что-то можно связать и на машинке, да. Если все, вот, подобрать рисунок, подобрать плотность на машине, связать образецчик, посмотреть, постирать. И если это будет прям вот, о, вау, тогда уже связать прямо шаль. Ладно, мои хорошие, а то целый час. Но зато будет вам меня послушать, повязать, дела домашние поподелать. Вы же любите мои длинные видеоролики. Ну, вот, мои хорошие. На этом, на сегодня я с вами попрощаюсь. Берегите себя. Всего самого-самого вам доброго. Ставим пальчики вверх. Кому что интересно, спрашивайте. Если вдруг в этот день не ответила или еще что-то, девчат, не пугайтесь, значит, чуть-чуть позже я отвечу. Ну, прошу понять меня, потому что я сейчас действительно приболевшая. Вот приболевшая, и то я стараюсь не теряться, потому что, ну, потому что я вас люблю. Честно сказать, и скучаю по вам. Все, обнимаю всех. Всем добра, здоровья. И самое главное, скорейшего мира. Всем-всем-всем. Пока-пока. С вами была ваша Татьяна. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok